Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич и на ваших экранах новый симулятор под названием Life of the Driver, переводя на русский жизнь водителя. Что ж, давайте сразу же топ 3 ошеломляющих факта в начале видео. Что ж, факт первый. Эта игра будет как на компьютер, так и на телефон. Сейчас вы видите мобильную версию. Изначально игра шла на компьютеры, но потом что-то произошло и она теперь есть и на мобильник. Что ж, второй факт это то, что игра в стадии бета-теста, поэтому вот такие приколы, ну как бы норм. И третий факт, эту игру не скачать ни в плеймаркете, ни в апсторе. Соответственно, ну блин, на ваших экранах эксклюзив как минимум. Но скачать вы ее все-таки можете. Во-первых, в группе разработчика, на которую ссылка уже в описании. Во-вторых, если вам лень искать в группе разработчика ссылку на эту игру, то чуть ниже есть ссылка сразу на игру. То есть, открываете описание и оттуда уже скачиваете игру. То есть, все максимально просто. Про что эта игра? В общем, ну такая довольно дефолтная тема. Это перевозка грузов из пункта А в пункт Б. В будущем еще появятся пассажиры. Что ж, но эта игра не такая обычная. Мне сначала тоже казалось, что, ну блин, что тут такого интересного может быть. Но нет, здесь есть такие фишки, которых нет во многих других симуляторах. Ну, давайте начнем. Во-первых, как, думаю, уже там половина прочитала, что написано снизу. Да, вы все правильно поняли. Здесь грузы сами себя не грузят. Здесь нужно их еще загружать самому перед отправкой. Что ж, соответственно, для этого у нас есть вот такой замечательный погрузчик. Кстати, игра на движке Unity. Я думал, здесь будет парашная физика, звуки и картинка. Но на самом деле здесь все очень хорошо с этим делом обстоит. Что ж, ну, возможно, да, пока графика хромает. Но в будущем она будет улучшаться по-любому. Кстати, думал, тоже оптимизация фигня. Но нифига подобного здесь. Очень много проработанных деталей. Очень проработанная физика. Но ничего не лагает. У меня стабильно. Я не знаю, сколько у меня FPS, но нормально. Давайте посмотрим, что вообще мы можем делать. Во-первых, ну, вращать камеру. Вид от первого лица сбоку для удобства. И вот все в таком духе. Также мы можем поднять наши вилы, так скажем. И можем их остановить. Вот нажав на эту красную гадошку. То есть нажимаем на кнопку. И сидим, ждем, пока они опустятся до своего уровня. И нажимал гадошку, они останавливаются. То есть, думаю, все поняли. Есть настройки. В них мы можем выбрать даже клавиатуру. То есть, я говорю, игра идет как на компьютеры, так и на телефон. Правда, компьютерной версии пока нигде не скачать. Вот только мобильная есть. Также есть функция добавить вот такую фигню. Ну, то есть, вы понимаете, это полуавтомат. Примерно как в Motor Depot. Даже внешне очень похоже. Ладно, поехали. Кстати, да, вы думали, что мы будем грузить все эти 4 контейнера в... Ой, нет, их 3, я считать не умею. Просто 3 контейнера нужно будет разгрузить. Вы думали, да? Но на самом деле нет. Нужно разгрузить только один. И не вручную есть такая функция, как... Вот на эту хрень нажимаем. Когда, смотрите, мы подъезжаем к грузу, он просто исчезает. То есть, он перемещается в то место, куда ему нужно. И советую обратить внимание на грузы. Вы посмотрите, насколько они детально сделаны. То есть, здесь разные грузы. Не только какие-то ящики, но и даже есть двигатель, какие-то мешки. Что ж, мы можем это делать вручную. Можем вот так вот филами подбирать все это дело. О, господи. Я не могу привыкнуть к этому управлению. Вот и можем так вот спокойно вручную перемещать. Что ж, ну так как я не хочу занимать ни свое, ни ваше время. Давайте мы это сделаем фастом. Вот. Вот так вот. Первый контейнер разгружен. Ну и сейчас мы переместимся в кабину. И уже продолжим разгружать следующий контейнер. Я не знаю, там написано, что достаточно разгрузить только один контейнер. Но мы уже почти второй разгрузили. Что ж, сейчас идет, так скажем, прогрузка. Так как нас перемещают в такую менюшку, где мы можем выбрать два грузовика. Это обычный МАЗ двухосный с кузовом. И МАЗ с, ну как бы, МАЗ-тягач с полуприцепом бортовым. Я хочу выбрать вот этот обычный МАЗик. И сейчас мы заспау... Ух ты, как мы круто заспаунились. Кстати, не показал еще функцию включения фар. И причем от первого лица там вроде подсветка. Да, смотрите, подсветка есть от первого лица. Крутые функции не заканчиваются. Мы можем также активировать погрузчик. Мы можем ставить так, где вот рампу к нашему МАЗу. Чтобы мы могли его удобно и беспрепятственно загрузить. То есть сейчас там где-то заспаунились грузы. Рядом, надеюсь, по-нормальному. Так, где-то у нас... Ага, вот у нас грузы заспаунились. А, смотрите, у нас половина автоматически загрузилась. Потому что, ну, немного бага у нас. Они заспаунились. Вот. Соответственно, мы сейчас их загрузим. О, господи, какой я тупой. Нужно было нажать эту функцию заранее. А я ее не нажал. Соответственно, все грузы у нас разлетелись. Все, убираем рампу, закрываем двери и пересаживаемся в наш грузовик. Он загружен. И сейчас нам нужно просто ехать туда, куда нам показывают стрелки. Посмотрите, мы его загрузили. Ему стало гораздо тяжелее ехать. Он еще в горку поднимается. И посмотрите, какая в этой игре физика. То есть мы даже, когда будем тормозить, у нас вот качается кабина. Это видно вот между решеткой и бампером передним. Там щель то уменьшается, то увеличивается. Потому что, вот видите, мы тормозим. Кабина подрессорена. И она шатается, так скажем. Что ж, в игре обалденные звуки. Еще ко всему плюсам. Что ж, ну, первое впечатление об игре. На самом деле, довольно положительное. Но, должен отметить, что вокруг все какое-то мрачное. Почему-то... Опа. Это Лада въехала в отбойник. Ну, как и я, соответственно. Ну, куда ж я-то не въеду в отбойник. Да, здесь есть трафик, ребята, на самом деле. На самом деле, тупой. Он едет очень тихо. Он едет очень глупо. Но по своей траектории. Соответственно, вот. Он появляется довольно редко. И, соответственно, мы едем. Он появился. И только тогда начинает ехать. Поэтому, всегда приходится его обгонять. Вот видите, один едет по своей полосе. Другой почти посередине. Приходится делать шашки. По стрелочкам мы просто едем туда, куда нам показывают. Здесь такие вот повороты есть. На самом деле, карта очень большая. Здесь много дорог. Много деревенек таких. Есть даже город большой. Там куча машин припаркованных. Ну, соответственно, в деревне вот тоже есть такие машины. Которые припаркованы. Выглядит все это довольно атмосферно. Вот это решение с кнопками. Оно не очень, наверное, удобное. Конечно, можно было бы все эти кнопки переместить в одну. То есть, нажимаешь на кнопку. Оп. И вид от первого лица. Нажимаешь еще раз. Вид от третьего лица. И, чтобы посмотреть влево-вправо. Просто уже по экрану пальцем возюкаешь. И все. По-моему, это как-то привычнее и удобнее. А то очень много кнопок. И в них иногда просто путаешься. По графике, да. Нужно что-то делать. Чтобы игра улучшалась. То есть, по графике добавлялись тени, отражения. Мы приехали на разгрузку, получается. Итак, что ж. Вот у нас появилась, соответственно, рампа. Да, господи. Я вообще не могу управлять этой фигней. Итак, у нас вроде бы стоит, опять же, автоматическая разгрузка. Чтобы не занимать ваше и мое время. Ну, блин. Я не могу привыкнуть к управлению. Просто у меня сейчас очень неудобно стоит телефон. И мне не хватает вот этих типов управления, как акселерометр. А то на кнопках я вообще не выношу играть. Соответственно, вот у нас все разгрузилось. Нужно вот по факту разгружать вот в один из этих триггеров. Но так как мы умнее, у нас все само делается. Не, ну, на самом-то деле, предусмотрено так, чтобы все мы сами делали. Поэтому симулятор немного превращается в аркаду. Особенно, когда в нее играю я. Ну и, соответственно, на этом пока что все. Есть еще второй грузовик. МАЗ, он подлиннее. Я думаю, вы его грузить подольше будете. Ну и также из пункта А в пункт Б будете возить грузы. И вот, соответственно, это пока что все, что есть в игре. В будущем будут автобусы, различные грузовики. Один из них вы видели уже на превьюшке. Ну, вот такая вам пасхалочка. Кстати, да, я теперь сам делаю превьюшки. Убого получилось, да, знаю. Но, блин, обещаю, я еще научусь. Ну и, собственно говоря, время подводить итоги. Во-первых, первое, что мне понравилось, это очень годная физика. Первое. Второе. Очень проработанные модели. Вы посмотрите, как сделан салон. Это просто 10 из 10. Третье. Это очень хорошая оптимизация в игре. У меня ни разу ничего нигде не лагало. Все суперски. Четвертое. Это уделение внимания таким мелочам. Вот как эти грузы. Там на поддоне мы можем увидеть даже двигатель. И довольно хорошо проработанный. Основной минус этой игры, как я заметил, это мрачность, мало трафика. Ну и пока что скучновато играть в бета-версию. Но, в любом случае, ребята, у игры очень хорошее начало. Я знаю, ну не знаю, я думаю, что все впереди у этой игры. Если ее не забросят и продолжат развивать. Об этой игре знал очень узкий круг людей. Соответственно, после этого видео этот круг значительно расширится. Я уверен, что многие из вас будут скачивать эту игру и в нее играть. Что думаете вы по поводу этой игры? Пишите в комментариях. Встретимся в следующем видео или на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok